Мама Мы продолжаем цикл передачи о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это спецпроекции «Спасая жизни». Как театр начинается с вешалки, так и любое медицинское учреждение с приемного отделения. В перинатальном центре оно, кстати, особенное. Это помещение для въезда и выезда скорой помощи. Сюда как раз и привозят беременных женщин. Температура входных ворот всегда стабильно теплая, поэтому о сквозняках и простуде можно напрочь забыть. Далее беременную женщину проследует смотровую комнату. Кстати, там тоже есть свои особенности. Наталья Геннадьевна, ну расскажите особенности данного помещения и в принципе, чем может похвастаться отделение. Наше отделение развернуто в структуре перинатального центра 3 марта настоящего года. Вот эта конкретная смотровая предназначена для осмотра женщин, поступающих в отделение патологии беременности. И такая же идентичная смотровая имеется для осмотра женщин, поступающих в родильное отделение. Эти потоки не пересекаются. Значит, отделение, данное помещение оснащено всем необходимым для приема беременных женщин. У нас имеются аппараты кардиотокографии, значит, у нас имеются консоли для оказания экстренной помощи. Отделение сформировано по принципу замкнутого цикла. У нас на нашей территории, на прилегающих рядом территориях имеются лабораторная диагностика, значит, у нас имеются, значит, помещения для ультразвуковой диагностики. И для экстренных пациенток, ну, допустим, те, которые поступают в потугах, или, допустим, с какими-то тяжелыми осложнениями беременности, имеются экстренные родблоки, которые находятся также на первом этаже, и экстренные операционные. А это индивидуальная родовая. Она, к примеру, оснащена вот таким вот креслом-трансформером. Преимущество данной установки в ее многофункциональности. На самом деле, легким движением руки это кресло превратится в большую кровать. А также вместо медицинских столиков здесь есть вот такая вот потолочная консоль. Андрей Николаевич, чем еще может похвастаться этот кабинет? Консоль позволяет укомплектовать необходимое оборудование, которое требуется для слежения за пациентком и за внутренним состоянием ребенка. В перинатальном центре 10 индивидуальных родовых, и все оснащены подобным образом, как данная родовая. Часть родовых и операционных оснащены возможностью съемки и, как бы сказать, трансляции, проводимой съемки на мониторы за пределами операционных родовых залов. А это палата интенсивной терапии. Впервые в Ульяновске здесь будет применяться новая технология, технология гипотермии. Тимур Мансурович, скажите, пожалуйста, что это такое, насколько это актуально в рамках медицины вообще страны? Это современный метод лечения детей с тяжелой асфиксией, и это применяется впервые здесь у нас в Ульяновской области. Есть определенные ситуации, при которых ребенок рождается очень тяжелым, с низкой оценкой по шкале Абгар, в тяжелой асфиксии. То есть, говоря по-простому, в состоянии тяжелого кислородного голодания. И единственным доказанным в мире методом лечения является проведение терапевтической гипотермии, тотальной гипотермии. Ребенок помещается, он одевается в этот гидроконстюм, липучки закрепляются. Ну, то есть, в принципе, если представить, то ребенок, в общем, вот таким вот образом в нем находится. Сюда подключается вода, и вода начинает циркулировать. Аппарат специально охлаждает, температура тела ребенка начинает падать, и термодатчик до такой температуры охлаждает, что ректальная температура становится 33,5 градуса. Маму оснастили лучшим в регионе парком ультразвукового оборудования, 4 мобильных аппарата экспертного класса и еще 5 единиц техники с возможностью перинатального скрининга. Надежда Юрьевна, расскажите вот про преимущество данного аппарата. Преимуществом данного аппарата является то, что уникальное качество картинки возможно на переносном аппарате, с которым мы приезжали к постели каждого больного. Идеальное качество картинки, отличные доплеры, возможности сонной эластографии – это все, что умеет наш любимый аппарат Hitachi. Также есть аппараты General Electric, которые заточены и предусмотрены под перинатальный скрининг. То есть там есть и 3D-картинка, объемное изображение, максимальное количество увеличений, то есть это максимальная точность для измерения самых наших маленьких пациентов. Одна из пациенток перинатального центра Елена Карабан сейчас находится на 25-й неделе беременности. Совсем скоро на свет появится долгожданный первенец. Будущая мама уже успела оценить все преимущества масштабного медицинского комплекса. Вы знаете, мне есть с чем сравнивать. До этого я лежала в другой клинике, поэтому когда я сюда попала, тоже ожидала совсем другого. Была приятно удивлена отношением с самого начала, в общем-то, как только я вошла в приемном отделении. И сейчас вот на протяжении недели каждый день врачи, медсестры, все меня наблюдают. Я регулярно хожу и на УЗИ, и осмотры, и малипуляции какие-то врачебные. Все это проводится, мне очень нравится. С заботой о каждой матери и ребенке комфортность перинатального центра прослеживается здесь во всем. Местным палатам могут позавидовать даже владельцы пятизвездочных отелей. Например, особенность этой, данной двухместной палаты в том, что она адаптирована под маломобильных женщин. Здесь, например, есть кнопка вызова медсестры. Скажите, пожалуйста, это удобно? Наверняка и не для маломобильных. Очень удобно. Особенно, когда ты находишься под капельницей, она заканчивается, можно вызвать, или тебе стало плохо, можно вызвать медсестру. Скажите, а еще какие-то особенности? Особенности? Ну, в каждой палате есть холодильники, отдельный туалет, отдельный душ. То есть это очень удобно. Минусы прослеживаются? Минусы. Ну, пока я не вижу никаких минусов. Очень хороший персонал сюда подобрали. Очень врачи квалифицированные. Все очень хорошо. А это симуляционный класс для повышения квалификации и обучения специалистов. Он оснащен несколькими манекенами. Вот, например, в центре мама-кукла, которая способна рожать и изображать клиническую смерть. Скажите, что еще может делать данный манекен? Данный манекен умеет не только умирать, но он точно так же и оживает в конце нашего тренинга. И, кроме того, хочу сказать, что у него имеется 20 уже заложенных в него сценариев. Кроме того, в каждый из них мы можем вмешиваться, вносить новые сценарии, коррегировать на все необходимые случаи, критические ситуации. Манекены по сети Wi-Fi связаны с системой планшетов. Вот подобные планшеты подобного типа. В любой момент инструктор либо оператор, обычно это один либо два человека в зависимости от ситуации, управляет. То есть, например, если сейчас у нас женщина находится в покое, то есть в физиологическом с ней, вы можете обратить внимание, что она дышит. Если я захочу, я могу запустить довольно распространенный, не дай бог, конечно, случай, как так называемая эклампсия. То есть развитие судорог. Делается это моментально. Включается. И, собственно говоря... Вот как минимум один из сценариев. Если мы выполняем все действия правильно, судороги прекратятся. Ну, либо я захочу и сделаю это сам. Весь перинатальный центр оснащен системой пневматической почты. Это позволяет экономить время, ну и соблюдать элементарные каноны инфекционной безопасности. Марина Александровна, расскажите, как это работает? Нет, безусловно. Это большое достижение в медицине, потому как оно позволяет за секунды перемещать анализы в лабораторию и документы, результаты анализов обратного отделения. Как это действует? Мы выбираем адрес, куда нам необходимо отправить. В данном случае в лабораторию. Погружаем вакуумный контейнер в капсулу. Нажимаем и ждем отправки. Буквально через несколько секунд эта капсула с анализом из приемного отделения окажется в лаборатории. И в течение получаса мы будем иметь возможность уже получить результат. Марина Александровна, ну еще такой вопрос. Чем же все-таки перинатальный центр отличается от обычного роддома? Перинатальный центр имеет отличие, и в нашем перинатальном центре это ярко представлено. Это возможности для выхаживания детей, которые родились в таком раннем сроке, как 22 недели беременности и выше. Эти детки имеют вес от 500 грамм, и поэтому очень важно создать все этапы выхаживания в одном месте. Получить эмоциональную и психологическую разгрузку беременные могут в сенсорной комнате. Помещение работает в двух режимах – светлом и темном. Оба предназначены для релаксации и расслабления пациенток. Методики для женщин в положении разные, начиная от ароматерапии, заканчивая песочной терапией. В свое время реабилитацию здесь прошла Мария Кулеева. Женщину привезли в перинатальный центр на скорой. Маме, ожидающей двойню, поставили диагноз – многоводие. Избыток околоплодных вод опасен как для плода самой беременности, так и для матери. Врачи все хорошие, очень куча положительных эмоций от данного центра, потому что, во-первых, больница очень новая, только открылась. Специалисты все, все новое, оборудование новое, чисто, очень все внимательные. Все началось с приемного отделения, где при приеме каждого пациента принимает отдельно врач. Не так, как в общих больницах перед роддомом кучи собрали толпой, а здесь каждого отдельно и каждому внимания уделяют. Нас обучают правильно дышать в природах, физическими какими-то занятиями, которые не вредят беременности малышам. В этой комнате релаксационной здесь улетаешь просто от каких-то проблем. В семье Кулиевых уже подрастает сынишка. Теперь они станут родителями еще двоих мальчиков. Ой, для меня, значит, быть мамой, не знаю, я самая счастливая, наверное, женщина на этом свете, тем более в ожидании еще двух мальчиков. Это забота, это любовь, и дети – это самое прекрасное на белом свете, что у нас есть. Субтитры создавал DimaTorzok